Дорогие друзья, добрый день! Я рада вас приветствовать на очередном из наших вебинаров, цикл вебинара по помощи семьи. Я понимаю, как сложно сейчас в декабре найти время на то, чтобы послушать что-то, а не бежать бегом организовывать какие-то праздники, отчеты и так далее. У нас сегодня с вами такая интересная тема, готовим с Аней летом, телегу зимой, посвященная летнему отдыху наших детей. И я хотела бы сначала представить нашего спикера, отца Дмитрия Пантелеева и матушку Анастасию, а потом уже рассказать, почему я как бы попросила именно их выступить. Отец Дмитрий, давайте помолимся, прежде чем мы с вами начнем вебинар. Помолимся? Конечно, помолимся. Это доброе дело. Царю небесную, сутешную душу истинную, вербесную, исполняю сокровищу и владеть и неподателю, леди и свистенную, очистенную от всяких верностей, и спаси блажа души наша. Аминь. Бог нам всем в помощь. Значит, я хотела рассказать, что получилось так, что я живу в приходе, где именно храм многодетных, где много многодетных семей. И так оказалось, что наша молодежка, дети из нашего храма работали, как бы помогали, трудничали вожатами в лагере у отца Дмитрия Пантелеева. Таким образом, я узнала про этот лагерь, узнала, сколько интересного там происходит. И кроме всего прочего, просто для нас сейчас, как бы, такая беспрецедентная ситуация, когда изначально приходской лагерь смог войти в соцрегистр, как бы иметь возможность получать средства и оказывать уже помощь детям на государственном уровне. Се, Дмитрий, я выключаю свой микрофон, представляю вам слово. Да, конечно, вот, наверное, перед тем, как рассказать об истории создания нашего детского центра, о том, как он ведет сейчас свою работу, как он развивается, хотелось бы продемонстрировать вам небольшой ролик. И я думаю, он будет интересен многим из нас. Спасибо. 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 Благодаря трудам Попечительского совета, конечно же, благодаря трудам нашего владыки, нам удалось включить договор о сотрудничестве с Министерством социальной защиты населения Краснодарского края. И все путевки, которые выделяются на лето для летнего отдыха, выкупаются в Министерство социальной защиты, но их распространение идет только через приходы нашей митрополии. Мы заранее подготавливаем списки приходов детей, семей, которые находятся в трудной ситуации или по другим каким-то критериям находятся на учете органов социальной защиты населения и и после этого уже в списке мы подаем в социальный отдел нашей митрополии и уже они передают их в Министерство социальной защиты. Конечно, труд этот был довольно-таки нелегкий. Конечно, все это произошло и получилось, конечно, благодаря трудам Попечительского совета, благодаря трудам нашего архипастеря, благодаря социальному отделу Екатеринодарской Кубанской епархии, которую возглавляет отец Демитрий Болтонов. Конечно, он много труда положил тоже для этого. И, казалось бы, то, что невозможно, оно получилось. С этим разным событием, конечно, всем предшествовали и печальные моменты, когда год даже больше лагерь не принимал детей на отдых, поскольку эпидемия ковида внесла все-таки свои коррективы. Но все-таки Господь помог. В этом году все-таки детей Центр принял. И Центр принял не просто детей, а вот по такому принципу, по принципу соработничества. И это, конечно, благого и доброго стоит, что так нам это удалось. Сейчас мы хотим включить вам презентацию. И, глядя уже до нее, буду рассказывать о том, как все-таки наш лагерь провел этот летний период. Конечно, период этот был очень разнообразный, очень насыщенный. Конечно, хочется сказать всем педагогам, всем тем вожатым, воспитателям, всем тем, кто оставался с нами. Все это довольно-таки непростое время, поскольку пришлось трудиться. Когда любой механизм долго не работает, он начинает свои обороты, конечно, со скрипом. Ну, ничего, со скрипом, со скрипом, но, конечно, с Божьей помощью все у нас получилось. Действительно отдохнуло очень большое количество детей. Почти 400 человек у нас за этот летний период побывало. Конечно, это доброго стоит. Когда приезжают дети, приезжают дети разные совершенно к нам. Но когда мы смотрим на их не радостные лица, когда они уезжают от нас, смотрим, как они не хотят уезжать, это, конечно же, невозможно переоценить. И, наверное, лучшая благодарность, какая может быть от детей, это их вот эти вот разные лица, их добрые слова, которые они говорят нам, их любовь друг к другу. Дети бывают совершенно разные. Дети были у нас не только церковные, были дети совершенно разные. Но всех, конечно, их уравняла вера наша и радость детского отдыха. И вот отдых, конечно, он актуален, поскольку сейчас так трудно в наше время семьям, особенно семьям многодетным или семьям в трудной жизненной ситуации отправить детей на отдых. Но все-таки мы рады, что у нас это получается. И вот, посмотрите, вот эта вот территория нашего лагеря. Лагеря. Конечно, природа уникальна. Бухлежи, воздух. И мы, конечно же, стараемся все сделать для наших детей, чтобы их и отдых прошел на должном уровне. Лагерь живет как одна большая православная семья, где каждый с Божьей помощью помогает друг другу духовно расти, оздоравливаться, находить новых друзей. Духовной жизнью лагеря занимаются священнослужители всего нашего Абшронского района. И, конечно же, они участвуют не только в таких молитвенном правиле, но происходит и общение с детьми. В том числе, когда все собираемся в период непогоды, в тратизной, которая вмещает у нас детский человек. Проектная мощность постоянно лагеря увеличивается. Когда-то начинали, было всего два жилых корпуса и палатки. А теперь уже проектная мощность выросла до 130 человек. Вот 130 человек детей мы можем на данный момент принять в нашем детском центре. И, конечно, многих сложен стереотип, что в детском центре жизнь проходит в своеобразии. На самом деле у нас очень много интересных кружков, занятий и мастерских. Такие, как Святая Евхаристия Сердца Божественной Литургии, Слово Божие, художественные мастерские, кисточка в Божьих руках, сказки Доброго Леса, танцевальные клубы, танцевальные молитвослов, Живая Кисть и многие-многие другие. И разное дело у нас тоже активно развивается, где занимаются не только наши ребята, но и девочки. Большие успехи. И вот в этом году даже в одной из смен в нормативе по сборке и разборке автомата Калашникова оказалась победительницей у нас девочка. Конечно, большое внимание уделяется и в молитве. Наши дети перед началом и в конце смены обязательно служатся молебны. В течение всей смены совершаются утренние и вечерние правила, молитва перед вкушением и после вкушения пищи. Конечно, совершается раз в одну смену, как минимум божественной литургией, на которой поют дети наши, которые прибыли к нам наши воспитанники. Конечно, сердце наполняется особой радостью в этих моментах. Конечно, хочется отметить и паломнические поездки, в которых бывают наши дети. Мы посещаем с ними и монастырь Нерушимая Стена в городе Обширонске, ездим в соседнюю епархию Маяковскую, Адыгейскую, монастырь Михаила Архангуста, все за Кубанскую устырь. Конечно, все это у детей оставляет огромную память. Доброй традицией стало и совершение молебнов в дни государственных праздников. Дня Кубани. Поднимаются также перед открытым сменой у нас государственный флаг Российской Федерации, флаг Кубани, конечно, и Георгиевский флаг. Проводятся такие общие лагерные мероприятия у нас. И, конечно же, особое внимание уделяет у нас Екатерининскому балу, который проходит каждый раз в окончании смены, когда дети уже перед своим отбытием домой, устраивают выступления, показывают, чему они научились, показывают свои навыки, таланты. Конечно же, делятся своими выступлениями с ними и взрослые, и воспитатели, и педагоги. И, конечно, этот день особо трогательный. Каждый раз, как проходит смена, мы прощаемся с детьми, а сердце добавляется и радостью, и грустью, поскольку так удалось что-то доброе посеять в детских сердцах или, конечно, минуты расставания, а не трогательные. Когда смотришь на этих мальчишек и девчонок, которые, вот, казалось бы, только вчера приехали, делали первые робкие шаги, знакомые друг с другом, а теперь они уже и хотят расставаться и ждут очередного года, очередной смены, когда они смогут опять войти на территорию детского центра, чтобы опять с радостью увидеть, обнять друг друга, поучаствовать в мероприятиях, поиграть в зорницу и совершить туристические походы. И очень важным моментом воспитания наших детей является то, что на территории детского центра нет ни компьютеров, ни телевизоров, а пользуются мобильными телефонами, они строго в определенное время. Вот вечером они могут позвонить родителям, рассказать, как у них прошел день. Конечно, первые даже дни происходит сломка, поскольку дети наши привыкли к гаджетам, живых условиях современного мира. Но, конечно, уже спустя какое-то время, и когда зовешь, что дети, пора звонить родителям, рассказывать, они прибегают, берут телефон и звонят, поднимают трубку к папе, мама, все хорошо, все, мы побежали дальше. Им даже не хочется уже больше времени проводить с этим телефоном, планшетом. И, конечно же, у них свои уже занятия, они бегут на спортивные площадки, поскольку у нас и соревнования и по футболу, и по волейболу проходят. Приезжают и профессиональные спортсмены к ним, проводят мастер-классы. Вывозим мы детей также на казачий кордон, центр патриотического воспитания, где они могут не только посмотреть на образцы современной военной техники, но также поучаствовать в различных конкурсах и спортивных программах, пообщаться с животными, покататься на лошадях, конечно, это тоже оставляет неизгладимые у них впечатления и память. Конечно же, уделяем большое внимание здоровью детей. Каждое утро обязательно это зарядка. В течение дня проводятся различные процедуры. Макалины, солнечные ванны. Дети посещают йодобромный источник, купаются в бассейне. И это все, конечно же, тоже необходимо. Тело все-таки как храм души. И работу ведет наш медицинский корпус, который оборудован, конечно, по последнему слову, медицинской технике. Дети по пребыванию проходят, понятное дело, первичный медицинский осмотр. В нашем медицинском корпусе имеется и изолятор на случай необходимости. Это было требование в период, особенно в действии пандемии, когда все-таки инфекция бушевала. И даже благодаря этому, что в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций, мы можем детей поместить в изолятор и в отдельные палаты, где они, конечно же, пройдут весь необходимый курс лечения. И, конечно, питание у наших детей происходит с соблюдением тех постов, включая среду, пятницу. Ну, конечно, есть исключения, когда есть рекомендации врачам по питанию, то, конечно же, питание наших гостей и детей происходит согласно медицинским рекомендациям. Конечно, хочется еще отметить то, что наш центр, наш лагерь посещают гости. Особо полюбилось детям, когда приезжает пожарная наша, когда приезжает пожарный автомобиль, это, конечно же, у них вызывает особый восторг, когда они могут не только посмотреть со стороны, как работают пожарные, наши сотрудники, как работают специалисты МЧС, но и поучаствовать, посмотреть, залезть, потрогать все своими руками. Особенно в летний зной, когда пожарный автомобиль начинает поливать водой, посидеть за рулем пожарного автомобиля, это, конечно же, очень важно. И хочется поблагодарить, конечно, уже годами сформированный ряд педагогов, инструкторов, мастеровых, которые приезжают уже много лет подряд. И эти все годы, они ведут свою работу, и каждый раз их новые идеи. Вот сейчас хотим показать вам небольшую нарезку об отдыхе наших детей. Спасибо. Спасибо. Конечно, хочется поделиться еще тем, что центр работу свою не останавливал никогда, продолжал свою работу круглый год, подготавливались педагоги, подготавливались вожатые, подготавливались помещения. Конечно, хочется огромное спасибо сказать нашим педагогам, тем, кто участвует в подготовке наших воспитателей, тем, кто приезжает на мастер-классы. Но в этом году ситуация немного изменилась. Центр перешел на работу с гостями в круглогодичном режиме. Сейчас на территории нашего центра находится 130 человек из Херсонской области. Это все многодетные семьи, которые сейчас действительно нуждаются в нашей заботе, в нашей опеке. И вот хочется показать вам, как в это время пребывают наши гости. Первый же день, когда они приехали, после того, как было проведено анкетирование, подключились к работе нашего центра, конечно, сестры Милосердия. И буквально в первые часы была собрана гуманитарная помощь маленьким нашим гостям. И вот с такими подарками уже буквально через три часа после того, как информация поступила, что это необходимо для маленьких детей, наши сестры Милосердия доставили в детский центр. За что им, конечно, хочется сказать огромное спасибо. Хочется, конечно, поблагодарить и нашего владыку Григория, что он не остается без внимания к делам Милосердия. Сам регулярно посещает наш детский центр. И когда мы подготавливались к приему детей, и когда мы подготавливались к приему наших гостей из Кирсонской области, всегда приезжает к ним, он не с пустыми руками, он всегда с радостью общается с ними, уделяется внимание. Ни одна наша встреча не проходит без вопроса. А как там наши гости? Как там наши беженцы из Кирсонской области? А в чем вы нуждаетесь? Чем я вам могу помочь? И оказывать всестороннюю помощь и владыка наш, и отдел социальной, наш социальный отдел епархии во главе с отцом Дмитрием. Тоже отец Дмитрий уделяет нам большое внимание, за что ему огромное спасибо и низкий поклон. Различная помощь идет от отдела. И, конечно же, хочется поблагодарить и наших друзей, волонтеров, с которыми мы тоже тесто сотрудничаем. Это не только наши церковные волонтеры, это и наши волонтерские организации, молодежные организации обширонского района. Все откликнулись к нам на помощь, все абсолютно организации и образовательные, и культурные, все готовы прийти и оказать помощь. Нет такого дня, чтобы к нам не пришла какая-нибудь организация со своим концертом или поддержкой. И вот хочется вернуться назад в предыдущей фотографии. Вот такой вот импровизированный детский садик уже был развернут на территории нашего центра, поскольку детишки, которые постарше, благодаря управлению образованием, были сразу же устроены в образовательные учреждения. Все получают образование в школах и в столице, но и в Абширонск возят детишек, которые постарше 10-11 класс. Ну, а, конечно, малыши оставаться без присмотра не могли, потому что постоянно сидеть на мирах или находиться на улице, тем более сейчас зимнее время, это нехорошо. И вот в одном из домиков, где находился кинозал, разместили детский сад дневного пребывания. Причем воспитателями работают педагоги. Мужчина-педагог тоже эвакуировался вместе со своей семьей с большим опытом. И наши детишки, конечно, уже находятся не на улице. Вот это помощь нашего отдела социального, которого они нам привозили очередной раз. Конечно, за что им низкий поклон. Целый автомобиль молочной продукции был доставлен. Наши ребятишки работают, делают аппликации, подарки. Приезжали с концертом артисты наши и районных, и городских. Дворцов культуры, управления культурой. Конечно, это тоже вызывает радость. Потому что приехали дети разные, люди разные. У всех свое горе. И, конечно, в эту минуту мы стараемся сделать все, чтобы на территории православного центра они чувствовали себя как дома. Огромное спасибо, конечно, и Володёкскому движению. Вот это вот у нас тоже маленькая гостья, уже первый ребеночек, которого мы крестили в нашем детском центре из числа прибывших к нам на отдых. Конечно, и государственные органы не оставляют нас, они поддерживают нас. Нам постоянно приезжают представители и администрации, и районного, и краевого уровня. В один из дней к нам прибыла большая делегация. У нас был и прокурор, и вице-губернатор, и министр социальной защиты. И, конечно, они высоко оценили нашу работу. Поскольку они бывают во всех пунктах временного пребывания для вынужденных переселенцев. Но вот работу именно православного центра они оценили очень высоко. Значит, то, что мы делаем, оно нужно. Значит, тот труд, который мы стараемся провести, воплотить все наши идеи, мечтания, они не зря проходят. За что огромное спасибо, конечно же, руководству, подчительскому совету, Дашему дорогому владыке, за его поддержку, за его труды, за его молитвы, на то, чтобы центр действовал, центр работал, центр развивался. Конечно, отделу по социальному служению тоже большое спасибо. И, конечно, все это не могло бы получиться, если бы не было просто всех нас одной большой, дружной, православной семьи. И в настоящее время идет работа, конечно, и по благоустройству территории. Конечно, мы надеемся, что Божья помощь и Господь даст силы и крепости, чтобы дети получали, конечно, у нас оздоровление и уже в новом корпусе с приемом недобромных ван и лечением ее недобромной водой. Я надеюсь, что Господь поможет нам в этом добром деле. В этом году у нас запланировано 5 заездов. Первый заезд у нас в конце 29 мая. Уже первые ребятишки к нам заедут. И вот пять смен по 21 дню и уже закончили, конечно, принимать детишек в конце сентября, так же, как и было в этом году. И хочу показать вот тоже пару таких роликов, включая Натушка, как наши дети представляют себя, и что активнее детишка не церковная, не жирная, а артииация. Отряд! Вы две жирены восстановились! Отряд! Вы две жирены восстановились! Зазвони нашего отряда! Отряд имени Петра Устракова! Артивист! За веру вновляет детишку! Надо ли чем-то? На фронтах постит, Ушаков кромил, а кто-то плохих. Ну, прикрати, над войны бореть, пусть и все! Песню заперевать! Большие города, быстрые поезда, без берега не зна. Все начинать сначала, холодная война, и время как вода. И вот еще отряд девочек у нас тоже. Хотим показать вам. и о старейной войне вместе. И сразу не ум чем-то. Ш Mana поперем? И гориная, выпейте детей schools, и надо! На этой войны. И вот это под перекладство связанных в столе. Я evaluated эти медчани в чин pieшубов, и аудитории отдыхают. Вот такие вот замечательные отряды наших мальчиков, девочек, конечно, они рисуют обязательно свой герб отряда, свои символы, и, конечно же, мы всегда ждем с ними новой радостной встречи. И дай Бог, чтобы эти встречи были у нас. И многие-многие в них возвращаются, возвращаются, и, конечно, мы ждем наших новых гостей. Может, есть у кого-то какие-то вопросы, мы постараемся ответить на них. Что-то со связи, Екатерин, что-то очень плохо слышно. Посмотрите чат, пожалуйста. Чат посмотрите. Да, 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 сейчас попробую. Да, вот, расскажите, пожалуйста, есть ли распорядок дня в лагере, если да, то есть чего состоит? С утра детишки просыпаются, подъем у них, принимают утренние процедуры и идут на молитву. После молитвенного правила у детей завтрак, который тоже начинается с молитвы, после чего начинаются занятия в мастерских, кружках. И до обеда они проводят это время на своих занятиях. После уже обед, после обеда сон час, и уже после сон часа дети принимают полник, и начинаются уже спортивные мероприятия у них. В различные игры, эстафеты, конкурсы, после спортивного мероприятия обязательно вечерняя беседа, беседа или со священником, или приезжают какие-нибудь гости. После, опять, беседы и встречи, ужин, вечернее правило и отбой. Конечно, если совершается какая-то поездка, поскольку у нас выезды на кордон и на картинг, где дети знакомятся с образцами техники, учат управлять автолобилем на примере картинга, то тогда, конечно, после завтрака у нас обычно нет мероприятий, мастерские и кружки не работают, а мы выезжаем или в монастырь, или же мы выезжаем на какое-то мероприятие. Ну и очень добрая традиция такая, да, Машка расскажет, как проводить вечку. Ну, есть добрая традиция, в конце дня проводится свечка, то есть дети с воспитателями делятся, что прошло за день, что их побеспокоило, то есть они переживаниями, своими идеями, чтобы они хотели на следующий день, может быть, какие-то мероприятия, может, делятся своими мыслями, вместе с воспитателями. Ну, а потом, когда уже отбой, сами воспитатели уже собираются и уже планируют график на следующий день. Ну, когда заканчивается день для детей, для работников лагеря, он только начинается, поскольку после отбоя нужно подготовиться к следующему дню, распланировать, как он пройдет, что будет, какие мероприятия, какая праздничная программа, подготовка к концертам, очень замечательные концерты проходят и в начале заезда. Первый концерт взрослым и детям, детям взрослым, давайте познакомимся. Первый концерт дают воспитатели, педагоги для детей, а второй уже в первые буквально 2-3 дня собранные отряды уже дают первый концерт для взрослых. Причем они так сильно переживают, что за 2 дня или сутки надо постынуть, делать концерт, но детки все приезжают с каким-то талантом. И вот, что нравится эта работа в лагере, то, что каждый ребенок, он раскрывает, говорит, ой, а я там умею петь, а я там танцую. А у нас были такие две девочки, тоже такие уникальные, они занимаются на тэквадро. Так они такой номер показали, просто замечательный номер. Сколько длится смена? Смена длится 21 день. Проектная мощность лагеря, вот на данный момент 130 человек мы можем принять за одну смену. К нам могут попасть дети из любых семей, которые находятся в Управлении социальной защиты населения на учете. Это бесплатные путевки, которые выделяются. И вот проживание у нас происходит, дети до 7 лет живут с родителями в домиках, в коттеджных домиках, номера со всеми удобствами. А вот дети уже постарше, они живут в отрядных домиках вместе со своими вожатами. И вот бывают такие моменты, что у нас приезжают родители, привозят детей на отдых. И говорят, а мы хотели бы тоже остаться и потрудиться, и поработать. И, конечно же, мы с радостью принимаем таких, что как бы людей. И очень замечательно, когда вся семья находится на отдыхе в православном центре. Папа с мамой занимаются с детьми не только своими. И, конечно, это внижает. Когда идут они вместе в туристические походы, когда вечером они собираются у костра попеть песни, пообщаться, конечно же, раскрываются и детские сердца. Финансирование лагеря, вот тоже задали вопрос, идет, конечно же, большая часть от попечительского совета. Если бы, конечно, не попечительский совет детского центра, то невозможно было бы его существование и развитие. Да, конечно же, культуры, которые реализуются через соцзащиту, это тоже свой вклад, конечно, вносит. Но с учетом того, какие средства в него вкладываются, это, конечно, небольшая часть, те путевки, которые реализованы через управление социальной защитой, те путевки, которые проданы за наличные деньги. Ну а вот основные средства вкладывают, конечно, подпечительский совет. Зарплату, да, у нас получают некоторые педагоги, вожатые получают зарплату. Все зависит от того, зачем приехал и в какой ситуации находится воспитатель, вожатый, педагог или медицинские работы. Потому что некоторым нужны средства, некоторые не могут на добровольных началах, как волонтеры, ввести свой труд. Конечно же, заключается трудовой договор, оплачивается их труд. А есть и волонтеры, те, которые приезжают именно отдохнуть, именно потрудиться во благо... Да, конечно, проверки все проходим. Вот задали вопрос. Проверки все мы проходим, как любое учреждение детского отдыха, поскольку мы внесены в государственный реестр организации, предоставляющей детский отдых. Конечно же, перед открытием и в течение работы постоянно приезжают к нам и санэпидемнадзор, и Роспотребнадзор. Все проверки полностью, конечно же, пожарная охрана, обеспечение безопасности, лагерь полностью огорожен, территория полностью огорожена. Стоят стационарные посты охраны, поэтому полностью защищаем безопасность в России. По социальным путевкам, которые выделяются в Министерство социальной защиты только из Краснодарского края, но также в этом году мы хотим получаться в программе кэшбэк, если она будет работать, все, чтобы не только из Краснодарского края дети могли получать отдых, доступный у детских отдых в православном детском центре со всей России, поскольку к нам очень много приезжают детей со всей России, географию наших гостей можно посмотреть. Это начиная от Калининграда, качая Владивостоком и с севера, от Сурманска и до берегов Черного моря, поэтому очень много у нас гостей, но вот, к сожалению, бесплатно только для жителей Краснодарского края. Так, сколько лет существует? Сначала было положено в 2008 году, когда начали заниматься освоением этой территории, бывшего санатория. В 2010 году уже велись большие работы, ну вот, как стационарный лагерь уже работает, он получается 13 лет. 13 лет такой большой, активной работы, которые после палаточного лагеря переросли в такой большой центр. А дети купаются где-то в вашем районе? Так, ну дети у нас купаются, у нас два бассейна для детей, отдельно для мальчиков, отдельно для девочек принимают ванны. Также у нас сважина, уникальная, с йодобромной водой, на которую ходят принимать процедуры, принимают обливания. В дальнейшем, конечно, планирую, это уже, как я и говорил, что мы хотим сделать, чтобы был отдельный корпус, именно лечебный, с йодобромными ваннами, с бассейнами. Но все это, конечно, в перспективе, конечно же, с Божьей помощью бы дадимся, что все это получится. А вот водоем, который у нас на территории расположен, это действительно рядом с храмом расположено прекрасное озеро, зарыбненное озеро. И вот наши дети тоже, особенно мальчики, в качестве поощрения такого, вожатые, педагоги, конечно, по присмотрам могут пойти, половить рыбу и тоже вот получить такое вот удовольствие. Я сейчас дам вопрос, не записанный в чат. Вот вы сказали, что... Слышно меня? Да-да-да. Вы сказали, что дети есть из неправославных семей. А как дети относятся к соблюдению постных дней? Вот эти дети, которые никогда не знали, что есть посты и постные дни. Расскажешь? Давайте... Дети... Первое время, знаете, сложности возникают, конечно, когда дети неправославные, когда дети, особенно, каких-нибудь субкультур молодежи. Но это занимает довольно-таки недолгий период времени, поскольку дети, они как губка, они впитываются. И когда они видят что-то доброе, хорошее, позитивное, они к этому тянутся сами. Это друзья. Да. И они уже не хотят выделяться. Вот даже пример, когда приехала девочка год. Вся в кольтах, вся в черном, черный лак, черные глаза. И вдруг вся такая, как дежик, семья была неблагополучная, к ней невозможно было подступиться. Проходит буквально дней пять. Эта девочка сама снимает эту черную одежду с себя, одевает светлую футболку, повязывает на голову косыночку, нашу символикой горнего фасада. Мы приезжаем, ее просто не узнаем. Выходит ребенок, неужели новый кто-то приехал. Да, и вот это вот Даша, девочка, Даша гостья, воспитанница. И она уже, первое время, мне нужен телефон, я не буду ничем заниматься. Посмотрим, она уже сама бежит, тратит, да, можно я вам помогу и накрою на стол. И вот, поэтому мы готовы принять всех. и, наверное, то зердо, которое мы сеем в их сердцах, что дадим, что оно дает свой добрый сход, может, даже не сразу, может, после какое-то время, но это, конечно же, дадим. Были моменты, конечно, неприятные, да, и забастовки были, отказывались, и рыбу есть, период Петрового поста, но, опять-таки, свежий воздух и активные занятия на свежем воздухе и спорт делают свое дело, прибегают после соревнований и уже им не до этого. Конечно, очень важно выявить зачистка, понимаете, потому что единицы таких вот детей, которые могут выступить как-то против, но есть и таланты, которые могут завести и толку вокруг себя. Главное тут уже выявить их и уже тут индивидуальная работа, конечно, и они все это дают, она помогает. Мусульмане были у вас? Нет, вот пока мусульмане у нас не было. У нас были представители молодежи субкультур различных, причем, не только готы. у нас были, как они называли, абсолютные атеисты, но мусульмане еще не было. Но если, конечно же, захотят, мы оказываться не будем. Мы принимаем всех, мы рассказываем, мы не закрытая какая-то организация, а мы именно часть Церкви Крестового, единого тела Церкви Крестового и можем использовать эту площадку именно как миссионерскую. Ведь детский центр, он, как миссионерская площадка, тоже довольно-таки хорошо работает. Причем не только с детьми, но и с родителями. Когда родители приезжают и видят, как измерились их дети или как они зарядились позитивом, ведь многие даже, да, даже живя в крупных городах, где есть активные православные центры, молодежные, детки, где ведется большая работа, родители даже и не знают. И у них такой стереотип, что церковь и церковная жизнь заканчиваются только изахнута на богослужениях. Но когда они видят, что оказывается церковь это не только храм и богослужения, они уже возвращаются в свои города, на свои приходы, идут, интересуются. Ребенок, ну, ребеночка забирали, девочку, у недвижения было, и родители приехали, попросили, можно, пожалуйста, не хотим таких устроить, вывезти. Но разрешили в лакаре, что, конечно, в таком привезти. И они, когда привезли обратно, говорят, что вы сделали с моим ребенком? Она перед едой сказала, мама, я не сяду кушать, пока помолись, я молитву знаю на жизнь. Но родители были просто в шоке. Так она нас теперь будет учить молитвам, что мама, папа, и мы будем молить. Получается, что за это погружение, за 21 день, дети из неправославных семей, из нецерковных семей, получают то, что они не получили, просто заходя в храм. То есть понятно, что есть у нас семьи, которые живут церковной жизнью, для них это нормальная ситуация, а для этих детей это возможность погрузиться и понять, что православные это не тетеньки в черных юбках, а это нормальная, классная, живая жизнь. Это очень-очень здорово. Так, Светлана Федоровна подняла руку. Светлана Федоровна, слушаем вас. Здравствуйте, рада всех видеть. Очень интересно так наблюдать за вашей историей, за вашей работой. Почему? Потому что я тоже всегда горела вот этой идеей создания лагеря такого. И в прошлом летом реализовали мы грант православной инициативы, тоже летний лагерь был, но он у нас десятидневный был и дневного пребывания. И мне очень сейчас радостно наблюдать за вашей работой. И я, знаете, вот с каким вопросом. Можно ли к вам приехать и посмотреть у вас, как это именно на месте, как это все происходит, как на стажировку, что ли? Вы можете к нам на работу. Да, двери центра детского открыты всегда, для всех всегда рады. Тем более, можете приехать, посмотреть. даже мы тогда, наверное, и это будет правильно, когда у нас будут проводиться мастер-классы, когда у нас уже будет доработано, поскольку все-таки работа с пересиденцией внесла свои коррективы, когда у нас будут назначены даты, когда приедут педагоги к нам делиться опытом своим, то мы пригласим, конечно, чтобы все желающие могли приехать, посмотреть, поучаствовать, кто-то может захочет достаться, попробовать себя на этом поприще. Ведь, действительно, у нас трудятся перед началом сезона детства, приезжают великие светила, у нас профессор Стапенко очень уделяет нам внимание, человек очень верующий, очень интересный, он проводит занятия с нами, как нам подвести, с учетом современной педагогики, современных опытов, наработанным педагогической наукой, конечно, это все дает вклад нам, и поэтому ждем, всегда будем рады, встречи, мы всегда рады новым друзьям, но тем, кто присоединяется к нам, к одной большой православной семье, гордиво садов. Есть еще вот рука поднят, Елена Николаевна Кузятова. Да, доброго вечера всем, очень рады видеть вашу семью, настолько излучаете вы свет, любовь, и это все видно, прям, невооруженным взглядом. Хотела поделиться, у нас тоже в Башкирии есть лагерь такого же образца православной, Средине называется. Слышали, не слышали? Нет, не слышали. Вот у нас там Екатерина Борисовна есть, она сейчас вам все расскажет, потому что она там в рукодельном занимается с детьми, и очень интересный тоже лагерь. Там, насколько я знаю, я сама там не была, но я знаю, что у них палаточного образца, юртовского образца, юрты стоят. Вашкортостан же, представляете, как здорово. Стоят юрты, знаю, что река, у них там есть очень близко, они туда, знаете, как приезжают? Приезжают на катере, по реке едут на катере и приезжают на это живописнейшее место. Вам бы тоже было бы интересно между собой поговорить, да, между лагерями, это же здорово, супер. Вот, они в этом году выиграли грант, и по гранту, получается, по программе участвовали этим летом, значит, была у них смена. Меня тоже туда приглашали, но я, к сожалению, не смогла туда попасть. Очень жаль, было бы здорово. Вот, значит, у них там мероприятие, как у вас, наверное, проводится, такое же, то есть утром начинается с молитвы, да, рукоделие, чтение, значит, православных молитв, да, перед катером. Ну, я думаю, что у нас будет возможность связать между собой два лагеря. Да, вот, я думаю так, что у меня сразу представилось, что в горнем посаде приехали в гости со своей юртой, и как это было бы интересно детям, вот, это прямо вот, Лена нарисовала такую картинку, которая у меня подстала перед глазами, вот, и как-то делается радостно за тех детей, которые могут увидеть совершенно разные варианты и разные форматы. Вот, вы знаете, я вижу, что люди пишут, как же интересно, как все, как вот, а вот есть ли какая-то история, которая запомнилась вот трудностью, которая была трудна, преодолеть, вот это интересно, потому что, что-то, что вот, как бы, было определенным, даже может быть, искушением, интересно. Историй таких, конечно, тоже очень много, но, наверное, мы не будем осказаниваться до историй, которые касались вот открытия, вот этот период судебных процессов, потому что тут, кроме как Божие чудо, это назвать никак нельзя, потому что приезжали и захватывать, и РИЕ, и черные риэлторы приезжали, тут такое происходило, тут только вот Божие чудо, слово, вот, и в благословение, что это должен быть на этом месте православный детский центр, а так бывают трудности, конечно, и с детьми, с подростками, когда у них тоже, не всех мы можем переделать, у каждого есть свои взгляды, то, что вкладывалось им годами, негативные моменты, вот даже в этом году у нас такая, ну, скажи, ну, ничего, негативный опыт, это тоже опыт, из которого делаются выводы, и только мы можем его делать вывод, но и другие наши друзья, у которых тоже может возникнуть такая ситуация. Ну, там, в общем, получилась ситуация такая, что ребенок выводил вожаток, прям по конкретному, и благополучной семьей был, родители, в общем, должного воспитания, ну, как бы, не знаю, как бы не сильно занимались, не давали время свое, что ли, не уделяли ребенку, и он очень сильно выводил воспитателей. Ну, наши воспитатели были молодые, мальчик с девочкой, скажем так, одной помощи, 18-18 лет, другому чуть постарше. И они что решили сделать? Они его, ну, вроде как играют, и все, да, он не хотел вообще выходить, да, за бастовку. За бастовку и не хотел выходить на обед, и его завернули в одеяло, поскольку... и как ребеночка в люличе понесли туда. Но ему так, это стало больно, он начал кричать, это... А другой вожатый, уже довольно-таки пожилая женщина, она решила все это снимать на телефон. И эту запись перевела, в общем, родителям. Приезжают родители со скандалом, вы моему ребенку сделали больно, он кричит, вы что, сами не видите, а вы такие неадекватные, снимаете. В общем, конфликт. А батюшка был в городе, в это время в посаде не находился, приезжает батюшка, что как так, мама там в связах, я буду выбирать ребенка, у вас тут это... издеваются над детьми. И вот этот мальчик прибегает в связах. Что опять? Ну что случилось? Тебя опять не видели. Я не хочу уезжать! Мама говорит, как? Ты же так кричал! Ты же там это... А сам директор... Батюшка, вообще тогда еще не подъедем по дороге, да? Директор сам ездил домой к этим родителям, увидел, в каких условиях они живут, что папа в душе там, да, ну, ну, неблагополучие. И они все там, судьи там, не будем писать на вас бумаги, там это, и тут он приходит, говорит, я не хочу уезжать. А что ж такое, что ж поменялось-то? Мне тут нравится. Все, и сразу как-то вопрос был, это... Они просто со мной решили поиграть, я был не прав, я там это... Ну, понятное дело, с этим ребенком разговаривали, и вожатые, и мы с батюшкой с ним говорили, и объясняли, что эти как... ну, все-то, и, ну, игра-игра, и он... мы объясняли, что он неправильно повел себя, что это за басток, что это нехорошо так делать, что ему, если что-то не нравится, что он, ну, не нравится, что-то кушать, не нравится это, что ты просто скажи, поделись, что мы примем, мы примем твои слезы, мы примем твое, что ты там хочешь, не хочешь, твои капризы, с тобой поговорим. слава богу. Ну, конечно, хочется еще отметить, что все-таки на территории лагеря детского обязательно должен быть детский психолог, поскольку мы, да, мы там и педагоги по образованию, и по опыту, кто-то воспитатели, все это хорошо, многие занимаются петьми в различных кружках, но психолог, он обязательно должен быть, поскольку ситуации бывают различные, бывает так, что, особенно, когда дети из неблагополучной семьи, что без помощи психолога разобраться бывает очень трудно, и на этом, конечно, нельзя экономить, что даже если нету психолога, который готов идти поработать, потрудиться как волонтер, то не надо жалеть средства, но ставку психолога обязательно нужно иметь. На самом деле, очень важные слова, потому что до сих пор часто многие наши православные проекты боятся слова психолог, вот, есть какое-то такое предубеждение бывает, вот, а это на самом деле очень важно, особенно если дети из разных семей, ну и даже просто дети из наших многодетных семей далеко не всегда, как бы они не бывают травмированы, в том числе даже из совершенно хороших, социализированных больших семей, но бывает детям просто в большой семье не хватает ручек, и они начинают оторваться, оказываясь, в детском коллективе без родителей, вот, спасибо большое, дорогие друзья, наше время подходит к концу, есть ли у кого-то еще вопросы к отцу Дмитрию и матушке, скажите мне, вот, если у кого-то есть, так, Лена Хузятова еще раз поднимает руку, Лена, я вас подключаю, вот, у меня немножечко возникло, вот кто-то хотел адрес узнать, можно я продиктую? так, Лена, напишите в чате, давайте я лучше напишу, да, я лучше напишу, давайте, так, большое спасибо всем, конечно, что подключились, за ту оценку, которую вы дали нашей работе, значит, то, что делать, делается не зря, поэтому ждем всех, гордый фасад открывать двери. Я хочу отдельно сказать, что я благодарна очень за эту теплую атмосферу нашей с вами встречи. Отец Дмитрий и Матушка Анастасия просто настолько умеют согревать даже 130 детей, что говорить о нас с вами, которых сегодня было 32 человека. Дорогие друзья, следующая наша встреча с вами будет в четверг в 12.00, и у нас тоже будет как бы спикер, гость из Екатериндарской епархии, Матушка Светлана Кравченко. Будет очень интересный тоже вебинар про семейный центр «Зерно веры». Я вас всех жду и благодарю всех наших слушателей, повторюсь, которые в декабре находят время на это обучение. Отец Дмитрий, Матушка Анастасия, огромное вам спасибо. До встречи, надеюсь, до личной встречи. Давайте помолимся. Достойно вестяково вестяру, блажите Тебу Городицу, пресла блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога наша, то честнейшую герои, и славнейшую без сравнения с вероятен, без искрения Бога, славорожную, сучаю, Богородицу тебя величайен. Отец Дмитрий,